привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить айма лайф и опять не играл несколько дней опять как выяснилось игра не сохранилась на том моменте на котором мы прекратили то есть я все время забываю про место системы чекпоинтов поэтому по новой стартуем от убежищи генри я уже разобрался с этими бандитами и теперь мы по новой побежим туда где был этот упавший вертолет но для начала меня просили в комментариях что-то от горбун которую я видел с ним можно поговорить он попросит от нас что ты и он мол очень важен ну то есть он не важен но может нам дать что-то хорошее поэтому соответственно мы сейчас пойдем к нему и попробуем с ним до чего-нибудь договориться раз все равно по воле случае мы оказались маленько позади почему бы нет я как обычно забыл засечь время так сегодня у нас сегодня игра днем сегодня праздник короче говоря где-то мы в пять закончим у меня респиратор то есть я могу подольше дышать но тем не менее он не означает что мы можем вообще дышать в пыли так что не подумайте так вот тут ходит наш дружок но добраться до него мне придется похоже как-то с той стороны поэтому я сейчас найду тут подъем услышим по новой как падает этот вертолет а потом вернемся маленько восстановлю себе выносливость хотя чё-то далековато оказалось я не знаю может может стоило так ну вот падает вертолет а это что было чего он не говорит у нас в прошлый раз говорил вроде так давайте спустимся вниз хорошо блин я опять забыл все управление так теперь смотрим здесь у нас кстати говоря спуск в подземку что ли я не видел раньше никогда а ну тут перегорожен понятно но зато здесь есть вон на что отлично очень явно не зря мы сюда сходили только у нас опять себя в носку скончилось в итоге как обычно так подожди туда падать можно нет вообще только представьте да вот если бы вся эта пыль которая под нами она как в каком-нибудь джерни по физике просчитывалась как бы это круто выглядело так как же мне к тебе пройти так мне придется похоже газировки глотнуть чуть-чуть я честно говоря пока не понимаю возможно мне тут спуститься нужно будет как же мне к тебе попасть дружок там перегорожено насколько я вижу там перегорожено а нахрен с тобой единственное но он короче говоря он сказал ой блин у меня геймпад разрядился мне сказали что ему можно будет сплавить все наше мясо это конечно хорошо но ладно я не буду насчет этого заморачиваться они по большей части и сюжет не так важны давай быстрее давай 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 пошел хрен с ним из-за него еще время серии терять по идее то мы дальше прошли поэтому не будем особо париться по этому поводу вертолет как мне сказал один разбирающийся товарищ комментариях это не наш российский ми это очень похожий вертолет сикорского который был выпущен в шестидесятом году ну то есть он дал ссылку мне на google я там посмотрел действительно очень похож на наш вертолет кто-то кого-то определенно скопировал может наши с них может и их с наш ну короче вертолета практически один в один поэтому вертолет этот американским как раз используется в разнообразных спасательных работах как собственно и наша мишка такие дела так давайте теперь поднимемся а тот вертолет который у нас там разбился интересно какой модели так давай отдыхай дорогой нашу герой зовут адам оказ я все время как-то то забывал то просто не знал короче его зовут адам очень такая говорящая фамилия для одного из последних людей оставшихся в этом мире осталось дружок найти те ебу так вот у нас разбившийся вертолет что это не может быть этот вертолет здесь упал конечно упал в таком дерьме никто летать не сможет а где пилот наверно спрыгнул когда контроль потерял так давайте мы спрыгнем посмотрим возможно он живой если не живой то возможно нам будет чем с него поживиться так блин спускай спускайся так ну очевидно я туда подняться не могу да по крайней мере содовая хорошо куда же нам дальше двигаться вот еще один интересный вопрос блин так темно что я ничего не вижу адам почему ты пошел ночью я тебя не понимаю мне опять выносилось начинает кончаться вообще по идее мне нужно идти вот сюда но у нас тут вроде как прохода то нет надо как-то обход найти что ли или отсюда я таки пройду сомневаюсь честно говоря или нет смотри прохожу вроде так подожди это чё там такое чё газировка а это более утоляющий ну тоже неплохо надо кстати одну использовать потому что пока я убивал в начале тех троих ребятушек один из них меня успел подранить и давайте одну сходу еще съедим хорошо так довольно нерасторопно сегодня двигаемся очередное свидетельство страшных событий которые происходили так карта обновлена но ее выпало 5 что ли что-то не то вроде посередине проход есть опять по упавшему фонарному столбу так там кто-то есть что люблю на в этой я не знаю как это назвать это кисель натуральный нифига не видно как ты под водой еще темнота это не очень хорошо фонарик то есть вообще не помогает почти это шотель отель edge как же нам туда попасть так мне похоже это нужно будет обойти или где-то я пропустил вход может давайте поищем вход нет отнюдь что у меня геймпад как страшно вибрирует это видим свидетельство того что я не знаю свидетельство чего это возможно это после обновления последнего пластишн обновился возможно это показывает мне что геймпад разрядился так ладно я все понимаю куда мне идти отель у нас здесь на туда пройти никак не могу блин чё же мне делать возможно мне с той стороны как-то поверху что ли нужно я чё-то вообще посветлее было бы и все было бы гораздо проще ну через переднюю дверь не пройду попробуем со стороны так ладно что у нас хорошо устанавливать выносливость нам надо ли нам это сейчас использовать нет давайте лучше вот так старым добрым методом так у переднего входа то есть у главного входа скорее всего охраны просто до хрена поэтому постараемся как-нибудь не палясь я думаю пистолет с глушителем в этом мире стоит просто это настоящее сокровище наверно так что же все перегорожено то а еще бы я что-нибудь видел было бы вообще хорошо ну ладно я вроде куда-то попал у нас один из попыток в целом я играю уже достаточно неплохо так приучился к местной механике поначалу конечно тяжеловато было привыкнуть что не во всех врагов надо стрелять с некоторыми можно договориться с некоторыми вообще просто этот ну то есть стрельнул и забыл довольно необычно все так ну что у нас в этом отеле в этом отеле у нас похоже натурально сексуальное рабство забирает баб а мужиков убивает найти мать мэй найти мать мэй так это девушка а с ней парень или это две девушки и че с ними делать они вроде бы не выглядят особо агрессивными давайте попробуем показаться все в порядке он не один из них не похож на тех парней которые нас сюда притащили что происходит ребят один из них сломал мою ногу когда связывал меня мы убежали спрятали здесь но мне нужно ногу чем-то перевязать ну ладно мы как раз одно очень посчастливое стечение обстоятельств нашли поэтому держи дорогая человек человеку друг хорошо что ты пришел насчет той женщины которую ты ищешь ее с утра привезли ее возможно уже оприходовали она в спальне наверное четвертый этаж оприходовали говорить ну ладно че это никак смертельно не было главное так подожди там что-то светилось главное чтоб живая была а кто там ее драконил это как бы нам без интересу так ну ладно удачно зашли получили некоторые сведения так тихо слева кого-то слышу вроде блин как тут освещение сменилось резко так что у нас дальше там подъем на второй этаж туда нам и нужно до четвертого этажа придется подняться это не очень меня радует но тем не менее ничего страшного как не справимся корабль прошли и это пройдем так ребята там вижу кого-то ты этого парня сегодня видел какого парня я кого-то видел просто ходил по улицам может его тоже видел да слышал насчет этого парня хорошо что я его не видел я бы говорит его представил как будто у тебя пули есть так ну ребята вы явно не самые дружелюбные причем один из вас бронированный у вас трое блин я и не то хотел делать ты у нас с оружием ну ладно так ну-ка стой ну-ка стой давай кидай бросай 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 говорю брось оружие тогда ладно давай скотина кишки не хочешь по хорошему будем по плохому блин я опять я только я себя похвалил что маленько приучился к местной игре и сразу накосячил то есть я хотел луком нацелиться в одного из этих ребят но в результате получилось то что получилось ладно в итоге у нас две пули одна стрела ничего особо страшного не случилось хотя конечно в следующий раз мне такая ошибка будет жизни стоить определенно добра это не доведет так еще одна аптечка хорошо нам по идее он туда нужен наверное хороший отель был да до того как стал этим притоном местных как их назвать я не знаю бандитами их назвать нельзя наверное потому что они не нарушают никакие законы просто короче местная гопота законов то уже нет так так тут понятное дело ух ты понятное дело выстрелов никто не слышал ну ладно это игровые условности к ним нужно относиться с пониманием расслабься получай удовольствие в этом дерьмовом мире это редкость возьми себе напиток так вон тот с пистолетом ой блин не надо было целиться ой ну ладно все стоят и не двигаются да ой твою же дивизию да елы пала все мне хана давайте убить меня уже на самом деле это было глупо да что-то у меня сегодня плохо получилось было бы как-нибудь удобнее если бы я понимал как они вообще видят меня то есть иногда с такой стороны зайдешь и они блин замечают кстати говоря меня совершенно не радует то что их тут в таком количестве в последнее время начали бросать это может стать натурально головной болью так давайте просто покажемся возможно здесь у нас получится сделать сюрприз скилл как минимум четверо их тут ребятушки добрый день стоять так пожалуй ребята да 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 я знал что так будет мне просто нужно пространство так теперь вы бросайте оружие бросайте оружие бросай оружие бросили похоже так не получится да бросай бросай оружие бросай молодца хоть у тебя мозги есть ладно не с первой попытки как это у нас обычно бывает но тем не менее мы справились так девочки вы бежали отсюда хотя конечно куда вы побежите да на улицу видишь задохнешься ну по крайней мере спряталась бы я не знаю у нас казино натуральное а здесь у нас похоже тарходром тут аж связывали их да отдыхал народ надо сказать как только заканчивается закон его действия так заканчивается равноправие женщин опять становится товаром простите меня девушки но это факт так ладно мы с трудом конечно но прошли теперь куда я опять нифига не вижу возможно там у нас проход там потому что слишком темно возможно нет я вроде как в стену упираюсь или нам по шесту придется подниматься наверх а тут что тут у нас у нас припасы похоже так нам судя по всему сюда нужно двигаться давайте посмотрим мне показалось что можно наверх подняться по этим шестам и что нам это даст нужно понять текстурки как глючат это на консолях обожаю современные игры современный подход разработчиков то есть народ схавает а мы потом патчем если будет слишком уж вопить допилим так ладно я не вижу чтобы можно было куда-то по этим шестам поэтому можно куда-то добраться скорее всего но я не вижу наверху куда собственно ползти ладно черт с ним пошли куда изначально собирались так тихонько это у нас на третий нет на третий это не ведет а куда это нас ведет тогда возможно к чему-то хорошему блин у меня один патрон остался что-то хорошее лежит но наверняка охраняется здесь не так много народу нужно говорить мне проверить верхние этажи ну это-то понятно дорогой Адам так сначала нам нужно найти все что нам может помочь потому что ты тут один совершенно что-то музыка тревожно играет видимо кто-то рядом есть музыка все хуже и хуже что происходит не понимаю так я возможно не туда иду и это нас куда-нибудь приведет какого-нибудь место куда нам нужно будет попозже потом когда мы даму найдем потому что мы спускаемся в подвал а нам нужно на четвертый этаж я не уверен что это хорошая идея ой не знаю куда-то идем короче говоря давайте посмотрим хуже явно не будет верно так подземный паркинг на кой я сюда поперся вообще может патроны найду хотя бы у меня один патрон это печально блин мне нужно возвращаться куда я иду ладно нафиг пойдем отсюда о что-то что-то блестит это место не хочет меня выпускать заманивает куда-то манит меня так тихо показалось вроде что это сигареты возможно кому-то они пригодятся так я пришел отсюда насколько я помню да за этой дверью а что у нас за этой дверью хорошо мы тут все равно давайте проверим эта дверь закрыта понятно а вот тут наверху почему-то играет очень тревожная музыка натурально становится страшновато что сейчас кто-нибудь прибежит и начнет палить в тебя не знаю вот слышите да вроде никого как бы поэтому я не понимаю какого какого вообще хрена ладно валим я вообще не понял зачем этот спуск возможно он нам в будущем понадобится пока что у меня такие идеи только кстати давайте мы здоровье восполним с помощью болеутоляющего вот так вот хотя бы на третье нас отсюда не пустят поэтому давайте искать другой путь красивое мясо я кстати уже забыл что-то где этот был откуда я тут вообще ага хорошо замок придется прострелить последним патроном да вы издеваетесь я даже не знаю стоит ли мне этого делать давайте сначала осмотримся ой ой стоять 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 давай не будем спешить ты один а где твои друзья успокойся пожалуйста сам нож бросай это я ты испуган давай 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 заодно посмотрим твои кишки так нам нужно туда идти теперь вопрос нужно ли мне тратить патрон а вот собственно ооо ты посмотри теперь точно нужно четыре патрона это хорошо так ладно кто же там оставил пистолет кто такой щедрый давай посмотрим я думаю было бы весело если бы я начал открывать эту дверь и в этот момент сзади прибежал бы тот самый парик которого я пострелил вернее зарезал поэтому хорошо что мы угрохнули зарядку так адреналиновый шприц ладно нам боль утоляющая водичка патрона не дадут похоже да зато у нас тут соль странная соль какая-то регидрейшн что бы это могло значить ну хидро это то есть вода конечно как-то то нам от обезвоживания что ли поможет эта соль как она вообще работает потому что по-моему соль при жажде наоборот не нужно употреблять так что у нас там по времени времени еще полно ну как полно 10 минут еще так так ладно это мы получается на 4 этаж да 4 этаж да 4 этаж это хорошо печально что лук их не пугает я бы испугался если бы на меня цельлись из лука мне в голову а им как-то пофигу они все равно бегут тебя убивать поэтому пугать приходится пистолетом ооо да тут у нас бордель тихо что-то мне не нравятся эти звуки причем тут вонь должна быть очень хорошая потому что там видите труп лежит ооо да ты посмотри еда равно дом как я сказал в начале в первой одной из первых серий еда равно пища елы-палы да что тут творится елы-палы натуральный могильник какой-то кошмар я кстати не уверен что да блин ооо кофигеть я не уверен что вот то что я так передвигаюсь это издает он меньше шума потому что по-моему что так что так словно потамит со страшной силой что-то мне это не очень нравится зато у нас есть карта так сначала я думаю стоит проверить правую сторону а потом уже выдвигаться к левой офигеть отпусти меня обещаешь подчиняться да не трогай меня будешь сотрудничать и ягод сделаю твоя жизнь гораздо проще скотина насильник падаль кто-то в комментариях оправдывал людоедов типа жизнь заставит и не на такое пойдешь но если вы не на такое пойдете то мне вас жаль искренне кто-то возможно будет оправдывать и насильников по-моему это в любом случае человеческая падаль и нет этому оправдания по-моему лучше умереть чем таким заниматься это ты сделал ты должен быть мой англ-спаситель ты спас мою жизнь ты жену ищешь когда пришла пулевая буря некоторые решили остаться они без своих потерянных родственников не уходили если твоя жена нашла безопасное место или связалась с группой она где-то в Хаментоне ждет тебя ты никогда не знаешь скорее всего она не в Даунтауне потому что здесь слишком много банд спасибо за помощь чуть не отодрали тебя, да? он еще на видеокамеру что ли хотел снимать? откуда у него зарядка для нее? так, ладно куда паренек пропал? это что же тут творилось? и кто-то специально похоже приколачивал для устрашения это, надо сказать не очень хороший знак опять играет тревожная музыка так, что у нас по карте? здесь у нас ход в две квартиры он закрыт, да? да здесь у нас слева два лифта справа туалет, что ли? и кто там? как ты сюда попал? так, спокойно, дорогой не нервничай ой-ой-ой ой, а ты откуда взялся? ребят, успокойтесь, пожалуйста ну-ка, успокоились бросил сейчас там бронированный придет блин, конечно, стрелу бы свою подобрать где твоя подружка-то? бронированная стоять! стоять! да что ж ты делаешь что, урод, а? ты понял, что я тебя щадить не собираюсь? ладно, хрен с вами значит быть так один патрон ну что ж я же бронированную видел где он? он же вон там стоял ладно ни одного из вас не жалко, ребят минус два патрона где-то посмотрим, что у нас здесь оу, ты посмотри клетки меня тут девушек, похоже, держали кто-то вены все вскрыл просто рай просто рай блин, я все больше поражаюсь этой игре она слишком слишком непростые темы поднимает у нее должно быть какое-то ограничение по возрасту на мой взгляд так, ты ну то есть у нее есть ограничение по возрасту но нужно принудительно сделать чтобы на приставке, на консоли ставился год рождения игрока ну то есть при собственно включении при создании профиля чтобы игра не пускала в такие игры людей младше определенного возраста потому что это же натуральный кошмар такого же скача в играх я давно не припомню ты откуда взялся-то, а? последний патрон скотина ну что ж, теперь мы практически безоружны как он увидел краем глаза увидел кучу трупов ну видимо он глуховат потому что я тут такую перепалку с ним устроил ладно, справимся и без этого без патронов не впервой ничего страшного в этом я не вижу бронежилет почти кончился опять же тоже не особо хорошо вообще я так понимаю что нам нужно либо позже либо что но короче говоря вот на этой бобине спуститься вниз но сейчас давайте все-таки найдем мать моей если они убили еще девушку не видел? нет они вообще, похоже, спасаться не хотят просто в панике сидят так, ладно тут мы были уже или не были, подожди были же? да, были ну ладно отсюда быстрее будет если, конечно, он не будет застревать в стенах ай блин, а еще дофига ну нет, не дофига, по идее не так уж и много осталось идти кто-то прошел он бежит сразу убегать убивать нас да что-то не очень хорошо как-то идет все ну, по крайней мере мы с ним сейчас патроны возьмем а вот, похоже, и мамаша, да? так, ладно, мамаша сначала мы осмотримся здесь и не зря, как я вижу эта игра вообще поощряет за внимательность теперь давайте спасем эту дамочку шаришь, молодца так, все больше никто тут не мышит по углам это ты, мать моя? что тебе нужно от меня? я ничего не хочу я здесь просто не подходи ближе, не трогай меня не смей меня трогать эй, я тебя развязываю кто ты? я друг у меня нет друзей я с Мэй Мэй? моя дочь? Кивилл, моя дочь? где она? она в безопасности она с Генри я здесь, чтобы спасти тебя ладно, кто б ты не был, пойдем я знаю, как нам отсюда выбраться так, ну давайте посмотрим мне весь путь теперь с ней придется проделать, что ли? это может быть сложным или просто около Генри окажемся нет, мне придется с ней проделать этот путь и знаете, что? давайте мы на этом завершим эту серию по-моему, на одну серию событий более чем достаточно могу сказать, что это прикольно по-моему и довольно-таки страшно было действительно маленько жутковато что-то они тут наворотили с этим рабством и вообще как-то, блин, в этом отеле кошмар какой-то творится но как бы там ни было игра все по-прежнему очень круто очень заставляет увидимся в следующих сериях с вами был Аштур всего хорошего пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok